Дорогие друзья, с 13 мая по 23 июня в церкви Сан-Марчелло-Аль-Корсо впервые выставлена картина испанского художника Сальвадора Дали «Христос на кресте». Вход бесплатный. Картину можно посмотреть каждый день до 23 июня с 8 до 20 часов. Продолжение следует. Христос на кресте изображен не фронтально и не с боковой точки, как мы привыкли видеть в традиционной иконографии. Сальвадор Дали изобразил его сверху вниз. Рассматривая картину, мы как будто смотрим глазами Отца Небесного. Иисус вознесся на небеса с крестом. Свет Божий освящает через Сына Иисуса водоем с лодкой и двумя рыбаками. Рыбаки, возможно, ссылка на Петра и, следовательно, на церковь, которая пытается божественным светом осветить нам тот путь, по которому мы должны пройти. Картина будет выставлена в этой церкви до 23 июня 2024 года. Если в это время будете в Риме, обязательно зайдите посмотреть ее. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. И еще хочу рассказать вам о небольшой и ценной выставке, которая проходит в залах Палаццо Кафарелли в Капитолийских музеях с 15 мая по 25 августа 2024 года. Она посвящена двум бесспорно главным героям эпохи Возрождения – Филиппу и Филиппину Липпи, отцу и сыну. Филиппу Липпи был учителем Сандро Боттичелли. Филиппину Липпи рос вместе с Боттичелли. Он был сначала учеником своего отца, а затем Сандро Боттичелли. В мастерскую которого он поступил после смерти отца Филиппо в 1469 году. От Боттичелли он унаследовал ангельскую женскую фигуру, но, несмотря на это, Филиппину Липпи искал свой личный стиль и готов был создать самостоятельные шедевры, начав работать в Риме в конце 15 века. Мы подходим к картине Филиппу Липпи «Мадонна с младенцем, ангелами и святыми». Она была написана в 1430-х годах. Ее привезли из Венеции. На небольшой картине, размером 47 на 36 сантиметров, Мадонна изображена в центре. Трое монахов-кармелитов с лицами детей опираются на трон Марии. А сын Марии запечатлен в необычной для того времени позе. Он стоит, опираясь на ноги матери. По бокам Богородицы и монахов-кармелитов расположены два ряда святых, узнаваемых по символам святости и божественности, по нимбу над головой. Если внимательно рассмотреть, то по предметам в руках мы можем понять, кто эти святые. Их изображено 10. Слева мы видим святого Петра, святого Иоанна Крестителя, святого Вита с птицей на рукоятке меча, Марию Магдалину с кувшином. Справа святой Лаврентий, святой Себастьян, святой Леонард и святой Ягумен. Совсем крошечная работа Филиппу Липпи Мадонна с младенцем. Ее размер 27 на 21 сантиметр. Мадонна одной рукой поддерживает младенца, а другой нежно обнимает его. А малыш, в свою очередь, ласкает подбородок матери и этим жестом привлекает нас. Мадонна Тревульция, Мадонна с ангелами и святыми кармелитами, была привезена на выставку из замка Сфорцеска Милана. Эта работа является одной из первых известных работ Фра Филиппу Липпи. Она была написана, когда монаху было чуть больше 20 лет, и он находился под глубоким влиянием своего учителя Мазаччо. Мария с младенцем изображена сидящей на земле, окруженная шестью ангелами без крыльев и тремя святыми кармелитами. Слева святая Анджела и справа два святых. Святой ангел Лекаты с ножом на голове и Альберто Дотрапани с лилией. Два святых изображены детьми. Увидев святого с ножом на голове, вы, наверное, захотели узнать, почему его так изображали. Ангел кармелит в деревушке Леката увидел, как один землевладелец-еретик сожительствовал с девушкой. Ангел убедил его спутницу покаяться и прекратить блуд. Еретик же разгневался, ворвался с оружием в церковь, где проповедовал ангел и нанес ему смертельный удар мечом по голове. Через четыре дня ангел кармелит скончался, но попросил жителей и верующих Лекаты простить убийцу. Поэтому ангела кармелита, его еще называют ангелом Лекаты, изображают с ножом на голове. Все персонажи вокруг Марии стоят на коленях, одетые в красивые мантии. У ангела на переднем плане справа мантия в форме большого венца с богатой и четкой драпировкой. Все персонажи написаны объемно. Создается впечатление, что они живые, они как будто переглядываются между собой. И нам, зрителям, очень интересно наблюдать за этим. И хочется рассмотреть работу Фра Филиппо Липпи с разных сторон. Плутовские лица ангелов, конечно же, взяты из повседневной жизни. И еще, дорогие друзья, возможно, это первая Мадонна 15 века, которая была изображена на небесно-голубом фоне вместо золотого. Филиппо Липпи родился во Флоренции. Мать его умерла после родов, а когда Филиппо исполнилось два года, умер и его отец. Филиппо остался на попечении тети. Из-за бедности она долго не могла содержать мальчика. И когда ему исполнилось восемь лет, тетя отдала его в монахи, в монастырь Кармелитов. Грамматики он обучаться не хотел, но в нем заметили тягу к рисованию. Он рисовал везде, где только возможно, даже в книгах. В то время в церкви Санта-Мария-дель-Кармены капелла была расписана Мазаччо. Она очень понравилась Фра Филиппу. Там собиралось много молодых людей, которые упражнялись в живописи. И он стал ежедневно посещать капеллу. С каждым днем у него рисунки получались все лучше и лучше. Он так усвоил стиль Мазаччо и работал настолько с ним схоже, что многие говорили, что дух Мазаччо вселился в тело Фра Филиппо. И уже к 17 годам решил снять с себя рясу. Но это утверждение в Азаре неточное. Филиппо Липпи оставался монахом на протяжении многих лет, хотя монашеских правил уже не соблюдал. Фра Филиппо Липпи обладал одним непристойным для монаха недостатком. Он уделял очень много времени женщинам и готов был отдать последнее, чтобы ими обладать. И если он не добивался этой возможности никакими средствами, то изображал этих женщин в своих картинах. Так он охлаждал пыл своей любви. Такие любовные похождения сбивали его с толку, что, находясь в таком состоянии, он забывал про работу и заказы. Работы Фра Филиппо Липпи оценил даже Козимо Медичи. И вот однажды Фра Филиппо работал в доме Козимо Медичи. Козимо Медичи, зная его слабости к женщинам, запер его, чтобы тот не выходил на улицу и не терял времени даром. Фра Филиппо уже через два дня нарезал ножницами полосы из простыни, спустился через окно и много дней предавался любовным утехам. Козимо Медичи послал искать его, нашел, вернул к работе и с тех пор больше никогда не держал в заперти, а предоставлял ему свободу предаваться удовольствиям. Этим он добился от него большой работоспособности. Он видел в художнике редкостный талант, подобный небожителям. В Прато, близ Флоренции, Фра Филиппо проживал с 1452 по 1465 год. Он проживал там вместе со своим учеником, выполняя во всей округе многочисленные заказы. Выполняя один заказ в монастыре, как-то раз ему довелось увидеть дочь флорентийца Франческо Бутти, которая была отправлена в монастырь не то на воспитание, не то в монахини. Фра Филиппо, заглядевшись на Лукрецию, так обошел монахинь, что добился у них разрешения написать ее портрет, чтобы поместить его в образе Мадонны в заказанную ими картину. За часы работы он влюбился в нее еще больше, что похитил Лукрецию у монашек. Отец Лукреции, Франческо, приложил все усилия, чтобы получить ее обратно, но она не пожелала вернуться, а предпочла остаться у Филиппо. И вскоре у них родился мальчик, которого мы знаем как художника Филиппино Липпи. Фра Филиппо Липпи было на тот момент за 50, а Лукреции 20 лет. Эту романтическую историю описал в своей книге Джорджи Вазари. И тут я хочу вспомнить картину из Дворца Питива, Флоренции, «Мадонна с плоденцем» и сцены из «Жития святой Анны». Лукреция как раз здесь изображена в образе Мадонны. И с тех пор в своих работах Филиппо Липпи изображал свою жену в образе Мадонны, а сына в образе Иисуса. Эта работа Филиппо Липпи повествует о смерти Христа. Учителя церкви. Слева святой Абгустин и святой Амбросий. Справа папа Григорий и святой Иероним. Взгляды, одежда, техника, детали – все завораживает. Хочется рассмотреть это все со всех сторон. На выставке представлено 26 работ, а также представлены ценные документы из архивов Флоренции и Сполето, которые содержат информацию о жизни и творчестве Филиппо Липпи, о его отношениях с Козимом Медичи и королем Неаполя, и о его бурной любви – история с Лукрецией Бути. Капиталистские музеи работают каждый день с 9.30 до 19.30. Выставка, посвященная Филиппу и Филиппину Липпи, будет проходить в Капиталистских музеях Палаццо Кафарелли с 15 мая 2024 года по 25 августа 2024 года. Капиталистские музея Палаццо Кафарелли Диптих Благовещения работу Филиппину Липпи на выставку привезли из Сан-Джиминьяну. С одной стороны мы видим возвещающего ангела, а с другой стороны – Марию, которая получает благую весть от ангела. Ангел стоит на коленях на полу, а след Святого Духа касается его головы и простирается в сторону Мадонны, помещенной на соседнем изображении. Особое внимание также стоит уделить и на позолоченную рамку, которая была создана через 6 лет. Здесь пространство кажется воздушным и открытым, а Мария озарена божественным светом. Филиппину Липпи на момент написания работы было всего 26 лет. Он был сначала учеником своего отца Фра Филиппу Липпи, а потом и учеником Сан-Дро Боттичелли, и уже в тот момент участвовал в важных заказах. Благовещение было написано между 1483 и 1484 годом. Здесь, на выставке, мы не будем с вами рассматривать фреску Филиппину Липпи из капеллы Карафа. Я предлагаю вам после капиталистских музеев зайти вместе со мной в церковь Санта-Мария Сопра Минерва, чтобы воочию увидеть вершину живописного творчества художника. Так что, дорогие друзья, я советую вам досмотреть видео до конца. Небольшая смотровая площадка с великолепным видом на Рим. Каждый раз, когда я посещаю эту смотровую площадку, обязательно смотрю, как подросли птенчики. Мрамор Санта-Релли в капиталистских музеях. Не могу пройти мимо и этой уникальной выставки. На выставке представлен широкий обзор цветного мрамора. Эта изысканная подборка произведена фондом Санта-Релли. Санта-Релли в капиталистских музеев. В двух залах Палаццо Клементино в капиталистских музеях выставлена подборка из более чем 660 видов мрамора периода от времен империи и до XIX века. Эта выставка дает нам возможность проследить через формы, цвета и узоры тысячелетнюю историю Рима. Мрамор был привезен из разных стран мира. Его добывали, обрабатывали и транспортировали в Рим. И для всего этого требовалось большое количество рабочих, которые должны были быть хорошо обучены и дисциплинированы. Уже при императоре Августе сознательно финансировали эту деятельность. Затраты были сопоставимы с затратами на военную кампанию. Вы когда-нибудь обращали внимание на пол в римских церквях? Так вот там тоже широкий спектр цветов мрамора. Затраты были сопоставимы с затратами на военную кампанию. Затраты были сопоставимы с затратами на военную кампанию. Сейчас пройдем с вами немного по Капитолийскому музею и пойдем в церковь Санта-Мария Сопра Минерва, а потом еще и прогуляемся по улицам Рима. На Капитолийской площади стоит копия конной статуи Марка Аврелия, а здесь в зале находится оригинальная скульптура. Запомните ее. Мы ее также с вами увидим на фреске Филиппину Рипи в копыле Карафа в церкви Санта-Мария Сопра Минерва. Дорогие друзья, те, кто впервые собирается приехать в Рим, обратите, пожалуйста, внимание на Капитолийский музей. Ведь в Риме есть не только музей Ватикана и Колизей, в который все стараются сходить. Они прекрасны, спору нет. Но я хочу обратить ваше внимание и на другой музей, который незаслуженно отодвинут на второй план, но он достоин вашего внимания. Сегодня я подробно останавливаться на Капитолийском музее не буду. Не буду вам рассказывать про его шедевры, а просто чуть-чуть приоткрою дверь туда, чтобы вы понимали, какой он насыщенный и интересный. И это я показала только малую, малую часть, потому что у меня не было времени сделать вам полный обзор этого музея. Капитолийский музей Капитолийский музей Капитолийский музей Капитолийский музей Мы заходим с вами в базилику Санта-Мария Сопра Минерва. Здесь похоронен художник Беато Анжелико, его называют покровителем художников. Мы подходим с вами к капелле Карафа, которая считается вершиной живописного творчества Филиппино Липпи. В 1488 году Филиппино Липпи приехал в Рим, чтобы расписать частную часовню в церкви Санта-Мария Сопра Минерва по заказу кардинала Карафа. Кардинал уже посоветовал пригласить художника из Флоренции Филиппино Липпи Лоренцо Великолепный. Роспись капеллы посвящена Святой Марии и Святому Фоме Аквинскому. В сцене Благовещения мы видим не только Ангела и Марию. С правой стороны мы видим Фому Аквинского, который представляет Оливьера Карафа, заказчика этой капеллы. А это его герб. Успение Богородицы. Мадонна возносится на небеса. Ее встречают музыканты, расположенные вокруг нее. Одежда ангелов длинная, легкая, развивающаяся. Что же делают здесь гротески? Так вот, Филиппино Липпи был одним из первых, кто спускался в Золотой дом Нерона, где видел античные фрески. Он имел возможность видеть воочию гротески, а потом изобразил их на фреске. Герб заказчика Карафа встречается на фреске очень часто. Присмотритесь. На полке вверху стоит графин с оливковой веточкой. Это намек на имя Оливьеру Карафа. А вверху на своде изображен герб Карафа. Справа изображена фреска «Триумф святого Фомы Аквинского над ересью». Художник Джорджоне. А эти два молодых человека – будущие папы римские – Лев X и Климент VII из семьи Медичи. А здесь хорошо видна конная статуя Марка Аврелия, которая в то время находилась у Латеранского дворца. Сейчас она находится на Капитолийском холме. В базилике также находятся останки Екатерины Сиенской – покровительницы Рима, Италии и Европы. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ну а вы-то смотрите видео до конца, чтобы прогуляться немножко по Риму. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и обязательно пишите комментарии. До новых видео, друзья! И приезжайте обязательно в Рим! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok